Всем привет, с вами Тед, и в этом ролике вы ответите на очень много вопросов для себя. Так ли, что я, Тед, главный хейтер Алекса 007? Насколько губительным оказался для меня черный пиар на Алексе? И хайп ради хайпа? Куда движется канал и какой будет на нем контент? Что Алекс думает по этому поводу? Почему происходит все, что происходит? И кто все-таки сильнее, Конор или МакГрегор? Смотрите внимательно. И абсолютно для всех у меня будет очень крутой сюрприз в этом видео. Даже для хейтеров, которые думают, что я только кликбейтер, особенно для вас будет вообще крутейший сюрприз. Поэтому смотрите очень внимательно. И очень хорошо запомните, ребята, вот эту красную подсветку, что за мной. Кепку и майку, да, то есть тоже, как бы, какой у нас сегодня антураж. Это важно, потому что синяя подсветка, которая была раньше, перегорела. И сегодня 2 марта. Конкретно этот ролик вы, скорее всего, смотрите 5 марта. И вот почему. Давайте переместимся немножко назад. А вернемся мы конкретно на 20 февраля 2021 года. Именно к тому дню, когда я решил сделать видео. Почему StarCraft 2 умирает и что нам делать с любимой РТС. И при чем тут Alex 007. Видео успешно побило рекорд по лайкам и дизлайкам на моем канале. По просмотрам еще не побило, но ему свое время, как говорится. И вы, наверное, думаете, мы сейчас перейдем в какую-то аналитику или еще куда-то. Нет, ребята, мы переместимся сюда. Итак, всем привет, с вами Тед. У меня тут на работе намечается большой проект, поэтому скоро буду занят. И, скорее всего, контента будет немножко поменьше. Ну, также будем держать 3 видео в неделю. И у меня есть идея, как развить канал немножко, как расшириться. Но для этого придется поанализировать канал Alex 007. Ну, сначала надо поехать напомнить ребятам, как нормально готовить капучино. А то они, видимо, уже забыли. На кофейнике там решить пару вопросов. Короче, погнали домой, посмотрим, что из этого получится. Да, думаю, будет прикольно. Все, я поанализировал канал с Alex. Поанализировал. Думаю, сейчас разберем это через вебочку. И загружаем, загружаем. И смотрим текущий онлайн Старкрафта на Европе. На Европейском сервере, где играет большинство как раз русских игроков. Мой контент всегда был рассчитан на тех, кто хочет совершенствоваться в игре, более глубоко ее изучать и познавать что-то новое, и с каждым днем становиться лучше, неважно где, не только в игре. И если раньше вот это число здесь, это общее количество аккаунтов, было где-то в районе 150-160 тысяч, если вычеркнуть, скорее всего, бронзовых игроков и мастер игроков, и грандмастер игроков, вот примерно мне остается где-то 70-60 тысяч игроков, которые, в принципе, могут меня вроде бы посмотреть. Но не забывайте, канал у меня русский, поэтому из них, скорее всего, могут меня посмотреть процентов 10 игроков. То есть где-то тысяч 7-8. И, скорее всего, так как канал у меня небольшой, рекомендовать будут тоже далеко не всем этот контент. Канал будет немножко трансформироваться. Я всегда говорю, самое главное — понимать цель. Если у нас нет четко поставленной цели, мы не можем никогда понять, как нам двигаться и куда нам двигаться, в каком направлении, какие предпринимать шаги для того, что мы хотим сделать. У меня никогда не было цели стать лучшим игроком в StarCraft 2. Я хотел научиться в него играть на нормальном уровне и хорошо глубоко понимать игру. Иметь возможность соревноваться на высоком уровне. И я всегда хотел победить каких-то про-геймеров из Кореи. Каждую из этих целей я достиг. После чего, естественно, я перестал активно играть, соревноваться на ГМЛ уровне. И следующая моя цель была — это сделать канал, чтобы другие такие же ребята, как я, которые хотят совершенствовать свой скил, могли в более понятной форме, очень быстро и легко влиться в игру. И я сделал свой канал, на котором я регулярно постил гайды, разбирал игры про геймеров, разбирал новые карты. И мы как обозревали, комментировали профессиональные игры, так и какие-то фановые и крутые стратегии изобретали. Огромное количество плейлистов на моем канале, где все собрано, рассортировано по нужным критериям, по нужной расе, все обучалки, все есть. И я считаю, что на данный момент цель создать канал, на котором любой новичок может зайти и научиться играть StarCraft, выполнена. Итак, объясняю, короче, план. Объясняю план, какой у нас будет реализовываться. Смотрите. Так как сейчас меня ждет большой проект на работе, конкретно там открытие одного большого объекта, там буду пропадать много. Там много будет работать, поэтому контент я все равно буду продолжать делать. Я умею распределять их время грамотно. Мне, кстати, очень часто ребята все пишут, как ты вот постоянно же выпускаешь ролики, наверное, это, ну, зарабатываешь на них, да, раз выставляешь. Нет, особо ничего не зарабатывая на YouTube. И ролики я выпускаю только основываясь, ребята, на энтузиазме, на чистом, на том, что мне хочется самому где-то их подделать. То есть мне хочется прокачать где-то свой скилл там, в монтаже, в чем-то еще, и параллельно с этим дать полезной информации вам. Вот. И только на этом, собственно, и держится мой канал, на энтузиазме банальном и на, конечно же, поддержке. За что всем спасибо, ребята. Кто меня поддерживает на стримах, монетка, большое спасибо. Потому что только благодаря вам, в принципе, канал где-то и дожил. Как я говорю, он живет на энтузиазме, но при этом, естественно, если выбирать работа, либо, ну, что-то сделать для канала, конечно, я выберу работу, потому что, ну, нужно работать, нужно зарабатывать. Вот. Возьмем, к примеру, смотрите, какой сейчас план. И как я делаю контент? Я просто записываю заранее, ребята. У меня контент почти на месяца два вперед всегда есть. И он уже закинут на YouTube, и он просто будет выходить. Поэтому, когда мне в новом ролике часто пишут, что за ММР соперника, там, какая лига или еще что-то, я часто, ребята, не помню. Я не помню, потому что, ну, это было, возможно, вот месяц назад мы играли, а сейчас, в этот вот день, вчера, я записывал контент, например, там, на месяц вперед, чтобы именно таким образом, получается, как бы поддерживать канал в активности и при этом не пропадать вечно. Потому что комбинируя, комбинируя, то есть брать и за раз, например, монтировать пять роликов, к примеру, выпускать, вот вам две недели, ну, не каждый день у меня получается этим всем позаниматься. И, собственно, как-то так. Если канал, естественно, будет развиваться, то я смогу больше времени ему уделять. Если я буду понимать, что, ну, то есть, это время не совсем впустую, потрачено и так далее. Вот, какой сейчас план? Смотрите, вот, например, мой канал. На нем там 3К подписчиков. Вот возьмем Алекса, да, канал. На нем там 220К. Каким образом они получились? Это стечение обстоятельств того, что Алекс стабильно, долгое количество времени делал много качественного материала, комментирования, вот. Но в основном он именно использовал материал по Старкрафт 2. И так как это самый популярный контент по Старкрафту, если вы просто вот скачаете Старкрафт и поиграете, Ютуб уже соберет о вас информацию через там какие-то свои штучки и будет вам предлагать контент по Старкрафту. Так как Алекс самый популярный, он будет вам предлагать, конечно, скорее всего, Алекса. Если вы в поиск начнете вбивать гайд Старкрафт 2, как научиться Старкрафт 2 играть, вы начнете находить меня. Но только в этот момент. А до этого вам будет просто предлагать посмотри новый видос Алекса. У него их там много видео, поэтому в основном будет предлагаться он. Из 220К можно сразу вот половину пирога, смотрите, вот так вот, отчерпнуть. Я скажу так. Вот эти вот люди вот здесь вот заштрихованные, это те, кто просто вот смотрит Алекса совсем при этом даже у них возможно компьютера нет. Где-то так. То есть где-то вот 50К человек, это где-то те, кто играл. То есть уже, возможно, не играет или еще что-то. Это которые, скорее всего, ну не увидят в конце концов меня. То есть мне надо очень много спамить контентом, чтобы все-все-все вот эти вот люди увидели меня. Возможно, меня увидят. Смотрите, мои видосы в среднем набирают там, ну, тысячу просмотров. 150 человек в месяц сейчас. 150 человек в месяц это подписчики. Какая моя цель? Моя цель наделать видео, которые будут так или иначе относиться к Алекса, чтобы просто-напросто к этим людям попасть в рекомендацию. Вот и все. Показать им, смотрите, какой есть контент у нас. Он у нас нацелен на эффективность, на саморазвитие, на все что угодно. И сейчас мой контент, скорее всего, перейдет в стиль просто полуразвлекательного как раз-таки. Полуразвлекательного. При этом, ну, где-то буду показывать, смотрите, вот как можно совершенствоваться. В стиле разобрать вот какое-то видео, разобрать какие-то стратегии, которыми Алекса играет, сказать, смотрите, как можно сделать лучше, то есть свой взгляд кинуть на эти стратегии. Я таких видосов не нашел. То есть он уже такие вообще не снимает. Это только комментирование каких-то матчей, которые в основном сам организовывают. Это очень круто на самом деле. Вот. Ну, то есть таким образом, как бы где-то привносить в свой взгляд в игру Алекса, да, в контент Алекса не представляется возможным. То есть я не могу критиковать, к примеру, там, то, как игроки там в Аматорке Армагеддоне, да, то есть не могу. Я не знаю, что про это мне сказать. Вот. И придется просто-напросто вставлять Алекса на превьюшке и порассказывать, скорее всего, про его историю. То есть рассказать про его историю, про свою историю, как-то нас переплести чуть-чуть. То есть я думаю, процентов где-то 70 человек мы слоем дизлайков. Мы слоем очень много дизлайков за такой контент. Не все поймут. Я буду делать качественную, хорошую аналитику, хорошее видео с добрым посылом. Ну, обычно народ не понимает добрых нормальных посылов, не понимает аналитики. Они все очень узко-узко-узко вот так вот через подзорную трубу способны только все смотреть. И, ну, так устроен мир. Вот. Но я думаю, что мы найдем своих, ну, свой там процент, пять процентов людей, которые подпишутся. И мы сможем за неделю с трех тысяч, вместо того, чтобы у нас было три тысячи пятьдесят, как это примерно у меня растет, там, три тысячи тридцать, у меня будет где-то, ну, сейчас там три двести, по-моему, или что-то такое, три тысячи... шестьсот. Три тысячи шестьсот подписчиков через неделю. Вот. Вот моя стратегия. Я буду такие отчетики снимать, все это замонтирую и через неделю скину. И посмотрим, ну, прав я был или нет. Вот такой челлендж прикольный. Так, ну, чисто для истории, все, триста три тридцать пять, три тысячи три три пять подписчиков у нас. Все. И с этого мы загружаем видос. Так, уже вечер, просмотры просто взлетели, я на самом деле в шоке. Ну, что настолько будет прям эффект, так сказать, я немножко не ожидал. То есть, как я говорю, я планировал, что будет где-то плюс, ну, наверное, триста подписчиков где-то за неделю, и может, ну, будет набираться просмотров, но, по-моему, то, что я хотел сделать за неделю, получилось за вечер буквально. Итак, Алекс на превьюшках дал свой рост. Но тема с Алексом сработала только потому, что у меня канал и так отлично рос, и потому, что на нем был качественный контент, который постоянно смотрит до конца. И среднее удержание в районе 60% это круто, это на самом деле показывает, что даже обучающий контент можно сделать весьма в понятной веселой форме, где мы показываем игры, и это прикольно. Если вам нужен действительно обучающий контент, не стесняйтесь его смотреть, пересматривать, лайкать, комиксировать. Я же для тех, кто реально хочет научиться, сделаю очень классный Excel-файл, который будет во всех следующих видео в описании написан. И вы просто зайдя в этот Excel-файл, можете уже найти очень удобно любую ссылку на любой нужный вам видос. То есть для вашего удобства я такую вот вещь делаю. Совершенствование скилла моего в StarCraft будет ли? Нет. Я не планирую заниматься и серьезно вкладываться именно в совершенствование скилла, а лучше я буду делать классный, прикольный, развлекательный контент. Это будут какие-то челленджи. Мы будем придумывать составы армии, мы будем придумывать условия, и на этих условиях выходить из бронзы в мастер-лигу, к примеру, смотреть, кто как будет с нами сражаться на интересных условиях. Все это потому, что я не могу физически выделить больше времени на контент. Себя, возможно, буду пробовать в каких-то других играх, как, например, когда была наша тема канала это эффективное самосовершенство. И недавно мы показали, что можно в Лигу Легенд без опыта зайти и за две недели выйти в топ-5% игроков. Как и в StarCraft 2 я постоянно показываю, что можно за пару недель выйти в мастер-лигу. Только нужно делать все правильным подходом. Методично, которым я, опять же, учу в своих видео, рассказываю, как я это делаю. Вот. И если раньше нас посыл был то, что я рассказываю, как это сделать, то теперь, скорее всего, мы перейдем просто, что я буду говорить, смотрите, я делаю так, можете повторить. Вот. Я буду показать, как это делаю я. И каждый уже для себя решит. Ему просто интересно посмотреть, получится у меня или нет, к примеру, в какой-то другой игре тоже выйти в топ. Либо даже попробовать сделать это со мной. Так, ребята, короче, я вообще в шоке, на самом деле, как эта вся штука работает. Заработала. Показываю. Совсем недавно я придумал классный билд и отправил его всем профессиональным игрокам, в том числе и партингу, который использовал мой билд на чемпионате EM, слегка модифицировав его в некоторых играх. Билд представляет собой Nexus до кибернетки после гейта, но при этом он ставится намного раньше, чем обычно. Мы жертвуем добычей газа и ставим раньше Nexus. Что по этому поводу думает Алекс и Каби? И, видимо, будем привыкать к этому новому ПВТ-билд-ордеру. Я, на самом деле, жду, не дождусь, когда попробую его на ладдере. Вот-вот, Алекс уже мечтает играть моим билд-ордером. А учитывая, как сейчас развивается контент в русскоязычном сегменте Ютуба по Старкрафту, наверняка кто-нибудь выпустит реакцию на реакцию Алекса на 10 ПВП подряд и заодно объяснит, почему именно он во всем этом виноват. Вот так вот обсуждают Теда, собственно, на официальных трансляциях. Так, не вначай, слегка, естественно, не упоминая, кто делает реакции на реакции Алекса. Потом разоблачение на разоблачение на себя и так далее. Ну, собственно, так вот двигается, да, контент в русскоязычном Старкрафте. Я согласен с Каби и Алекса и им по лайку. Вот. И мне лайк тоже поставьте. Короче, как я говорил, да, я хотел, чтобы у меня плюс-минус там за несколько видео получилось, ну, 300 подписчиков, например, добавилось. То есть мы немножко расширили аудиторию и чуть быстрее вскорили рост канала, показали бы свои качественные видео большему количеству людей, увеличили охват, да, то есть все это работает именно за счет увеличения охвата. Я не хайплю на Алексе, как это сейчас все пишут во всех комментариях. Я начитался, я на рассказывался, на отвечался. Рассказываю, рассказываю, как, как что есть. Короче, первый видос по Алексе уже набрал. сейчас пятница, обед, это прошло 6 дней, то есть я говорил, я буду делать вот эти видосы где-то 6 дней, 7 дней, недельку, да, и как бы и хорошо. Сейчас я думаю еще о кое-чем. Он набрал 27 тысяч просмотров, с него много, ребят, подписалось, что говорит о чем. Большее количество людей нашло для себя контент, который им тоже нравится. Очень много людей, естественно, не поняло, о чем идет речь, и все начали защищать Алекса, и это нормально, я тоже об этом говорил, так и будет. Я думал, будет все намного хуже. Я думал, будет все намного хуже, потому что я как-то недооценивал, что столько людей способны принять какую-то другую точку зрения, и вообще понять, о чем речь идет. Много кто сразу пишет, ты что за Алекса порву, вообще какой ужас, ну, как можно такое говорить, Алекс там сделал все-все-все для комьюнити и так далее. И никто не слышит, что я тоже говорю, я тоже смотрю Алекса, мне нравится все, что он сделал, я лишь упомянул в этом видео, вот в этом видео, что есть моменты, из-за которых люди уходят из Старкрафта по причине того, как Алекс преподносит какой-то свой контент, не весь. И это тоже так, это факт, если полистать комментарии, можно найти очень много людей, которые тоже написали, о да, действительно, я посмотрел, что протосеймбай, решил, что зачем играть в имбалансную игру. Поднялся охват. Ютуб начал показывать мои видео большему количеству людей, которые тоже заинтересованы в Старкрафт. Тоже сейчас происходит и с последним видео Алекс против Теда, где я просто рассказал наши истории. Это видео скорее больше, чтобы рассказать свою историю, чтобы многие ребята, которые заходят, могли понять, кто здесь на канале, что примерно я умею в Старкрафт, что я сделал в Старкрафт, что я не сделал и так далее. Сегодня пятница и сегодня, если судить по гайдам по Ютубу, которые все говорят, если у вас контент заработал, делайте еще такой же. И у меня дилемма. Я устал делать видео по Алексу. Я просто устал. Я не хочу их больше делать, но, видимо, придется. Видимо, придется. У меня было сейчас много тоже работы, я поэтому планировал каждый день снимать вот эти видосики, соединить их в один 7-8-минутный ролик по минуте с каждого дня. Но, видно, буду вот монтировать, потому что я все это, по сути, два дня, где-то три дня потратил на съемку вот этого ролика, который, типа, выйдет потом. Вот. Где мы смотрим, что у нас реально поднялся охват, и я хотел рассказать, почему это не хайп. Откроем Википедию и почитаем, что такое хайп хотя бы в Википедии. Агрессивная навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Название такого типа рекламы происходит от слова, которое значит «надувательство», «обман» или «трюк». Такое же слово может использоваться в адрес человека или бренда, популярность которого пытаются раздуть искусственными способами. Пытаюсь ли я искусственными способами раздуть свою популярность? Нет. Я лишь, как всегда, преследую исключительно благие цели, и как у меня начальная цель была создать канал, где каждый новичок может классно получить удовольствие от игры в Старкрафт, очень легко в нее влиться и начать играть и реально получать удовольствие. Так сейчас я хочу большему количеству этих новичков, игроков дать возможность получить качественный контент, которого больше нигде ни у кого нету. И для этого с помощью алгоритмов Ютуба, которые рекомендуют контент, который бы вы посмотрели, так как он не хотел рекомендовать до этого, пришлось немножко прибегнуть к такой штуке, как анализ других популярных людей. То есть я реально анализирую канал Алекса, я его анализировал, и благодаря этому я понял, что нужно делать. во-первых, больше развлекательного контента уже выходить на широкую аудиторию, и больше новичков, которые тоже сидят у Алекса и не могут меня найти, потому что они просто не вбивают в Google, например, обучение StarCraft, Guide StarCraft, или что-то такое, потому что я уверен, что под таким запросом меня уже очень легко найти. они меня найдут по-другому в рекомендациях просто. И если вы попали сюда из-за того, что вы считаете кликбейтом и хайпом на Алекса, ребята, смело жмите не рекомендовать этот контент. То есть те, кто хочет сидеть с пивком возле телека, как вот, например, Freaking, который пишет «Ты кто? Ты вообще никто в мире СК?» Ну, то есть смешно смотреть, ребята, смело ставьте если вам 35+, и вы с пузом, с пивком перед телеком смотрите Алекса, на этот ролик не рекомендовать. Радуйтесь новым командирам и не давайте умереть Старкрафту. Красивое число 4004 подписчика уже на данный момент. Реально людям нравится контент, есть люди, это круто, это здорово, и мы будем стараться его давать дальше. Буду вам дальше давать тоже классный контент. Вот, сегодня в пятницу у нас стрим затерянный я хотел поиграть, забомбил себе подсветку, сейчас покажу. Вот, короче, моя синяя сгорела, там была гирляндочка, вот такая красная сделала себе диодочку поставил, прикольно, вечером будет круто смотреться, стрим будет реально прикольно веселый. Но нужно сделать контент про Алекса, точнее, как-то его связать с Алекса. и что я сделаю, смотрите, прошлое предсказание отдавал, получается, шесть дней назад, и я хотел сегодня уже закончить, потому что я не думал, что будет, ну, прям хорошо. То есть мы еще немножко, еще немножко поповышаем охват, поделаем немножко правильного контента. То есть я, наверное, возьму, посмотрю вот это видео сейчас, о чем тут речь, ну, тут про ядерные атаки. И мы сделаем тоже просто штуку по алгоритмам, но при этом в моем прикольном стиле сделаем контент. Как это пойдет, это должно быть прикольно, интересно, то есть мы вот, грубо говоря, немножко будем примагничиваться к его видосам тоже, чуть-чуть. Ну что, получилась вот такая прикольная тема. Все, надеюсь, поняли теперь, что, во-первых, это все было продумано, придумано заранее, в качестве эксперимента по приколу, ну и так далее, что нужно было что-то создать, какое-то движение. Также мне понравилось почитать комменты, потому что комментов было очень много. Обычно, когда делаешь только свой стабильный одинаковый контент, который всем понятен, особенно моей аудитории классической, которая как бы собирается, ну и там со мной сидит обычно. Обычно все комменты в стиле, ну, да, все круто, все круто. Мне нужно было почитать какие-то именно плохие комменты, было интересно. были какие-то очень плохие, но обычно от тех, кто не хочет думать, понимать, о чем суть, ну и так далее. И понравилось некоторое в стиле, что я хайплю на Алексе и вообще за все время существования канала контент ни разу не улучшался. Вот с этим как раз-таки мне понравилось, я там даже что-то поотвечал, не помню, обычно не отвечаю на такую ерунду всякую. как раз-таки все это делается именно для того, что мне нравится совершенствоваться, мне нравится постоянно где-то как-то улучшаться. Именно сам процесс мне нравится, и поэтому я вот пытаюсь улучшить контент. И именно сейчас вас ждет вот этот сюрприз, именно сюрприз, что все было не просто продумано заранее. Я решил поднять свой скилл, так сказать, в стори-теллинге, в именно генерации какой-то идеи, конфликта и так далее. И вот как я это сделал. Вот у нас такая табличка, это классическая пятиактовая драматургия. Я решил, а почему бы не сделать контента вот в такой структуре? Нужен был сначала пролог. Нужен был пролог, в который мы расскажем про наших персонажей, про их историю, зададим какую-то нашу сеттинг, так сказать. Здесь я, наверное, вкратце объясню. То есть идет сначала рассказ про героев, затем мы должны начать наращивать какие-то обороты и создать конфликт, какое-то движение, какую-то вот прям какую-то суть задать вот всей нашей так сказать пьесы, которая сейчас происходит. Затем это все дело развязать и потихоньку подвести все это дело к концу, заминая уже всякое действие. И в конце, ну, так сказать, заключающие слова, какие-то выводы, мораль и так далее. Кстати, вот вы сейчас на завершающем акте, поэтому все, кто сейчас досмотрел до этого момента, ребята, вы замечательны, скорее всего, это видео как раз-таки подходит к концу, и вы топ-30% тех, кто реально умеет думать и смотреть качественный контент. Вы великолепны. Так как большинство любит говорить больше у нас по-русски, конечно, вот у нас русская версия этой похожей истории. Итак, у нас начало, завязка, растет интрига, потом какая-то кульминация, движение к развязке, решение всего, ну, и выводы завершения. Как это происходило? Мы начали с нашего пролога. Я рассказал чуть-чуть, что я про геймер, и вот, смотрите, Алекс, он уничтожил StarCraft, рассказал какие-то истории, познакомил нас с главными героями, то есть собой и Алексом. Но про Алекса все хорошо знают, а вот кто-то такой, я особо пока еще никто не знает. Затем у нас идет завязка по основной нашей теме. Протосы все-таки имба, да, Алекс был 7. Алекс был прав. Видос по сути показывает мою там табличку эффективности, но в нем естественно создается вот этот конфликт, начальный конфликт, да, все-таки Алекс был прав или нет. И тут мы заканчиваем нашу табличку эффективности, выясняем, что террены очень классная эффективная раса, и Алекс 07 опять обманул, да, то есть мы как бы вроде пришли к развязке, но при этом никто еще точно не знает, я в принципе рассказываю свою историю StarCraft 2, то есть мы ставим всех уже на свои места, все понимают, кто такой Тэп, он же гроза корейца, какая история Алекса, ну немножко мы вот это дело как бы расплетаем этот клубок. И 3 марта выйдет Алекс спасает StarCraft 2, как он сработает это видео я не знаю, но это такой антиконфликт, то есть все смотрят, что вроде бы я постоянно хейтер Алекса, хотя это не так. Но тут получается я говорю, что Алекс спас StarCraft, что такое, все посмотрят как так, что почему и мы пришли вот к этой развязке, к сегодняшнему видео, где я просто рассказываю, как я делал эти ролики, какая была задумка, в чем была идея, то есть при чем тут СММ и прочее, прочее, прочее. Итак, куда все-таки двигается мой канал, какой для вас прикольный интересный досмотрел. Так как я считаю, ребята, опять же, что миссия канала, как создать именно крутейшее место с лучшими обучающими видео для новичков StarCraft 2, выполнена на 100%, и когда будет много каких-то запросов, я, в принципе, буду выпускать конкретные обучающие видео. Формат видео по StarCraft с большего перейдет в фаново-развлекательный контент, где мы будем различными интересными идеями и стратегиями. Выходите с бронзой в мастер, ну и как-то так. Общая суть моего канала будет переходить в категорию эффективность. Я буду показывать, рассказывать, как что-то делать эффективно, где-то будут, возможно, такие поговоряшки, как почему глупые думают, что они умные, что недавно вышло. Будем пробовать какие-то различные еще игры, но опять же, контент по StarCraft будет продолжаться, его будет чуть-чуть меньше. Контент по Лиге Легенд тоже будет появляться, его будет чуть-чуть больше, чем один раз в месяц, как это было раньше. Все это в основном по причине, опять же, что на работе зреет большой проект и будет очень много сил и времени уходить именно на него. Но также всякие прикольные интересные эксперименты с YouTube, мне не хочется оставлять, меня это забавляет, и вот он опять же челлендж под конец такой классный. Если вы досюда досмотрели и хотите прикольный приколдес, так как многие думают, что я вот злой хайпер, который просто пихает Алекса на превьюшки и поэтому набивает просмотры и так далее. Нет, это не так, это потому, что я клево опять же провел SMM, клево развил свой канал, он начал расти, и я потихоньку его немножко подтолкнул. И чтобы доказать, что это именно так, если вот этот видос, вот конкретно вот этот видос сейчас, который идет, вы его заспамите комментами, лайками, подправляете друзьям, да, типа просто друг возьми, нажми, промотай, вот если друг возьмет, нажмет на play, промотает, ну, посмотрит до конца, несмотря, просто он пускай в плеере поиграет. Если друг поставит лайк и коммент, и таких людей много наберется, а вы подумайте, вот ты, конкретно ты, один, например, человек, покажешь трем своим друзьям этот ролик, то уже получается с одного человека получится там четыре просмотра, да, если так сделает каждый, получится, что вместо тысячи просмотров у меня получится там пять тысяч в общей сложности, если там друзья немножко последуют совету, получится пятьдесят, и вот давайте так и остановим, самый популярный видос на моем канале имеет сорок три тысячи просмотров, если вот этот, я бы не назвал его самым крутым, интересным и веселым, но если вот этот видос набирает пятьдесят тысяч просмотров, если вы это сделаете, я не просто создам новый канал, я создам канал и выпущу на нем одну тысячу видео за неделю про Алекса 007, ну и посмотрим, что из этого выйдет, не знаю, это будет смешно, поэтому вот такой вот небольшой челлендж к вам, посмотрим, что выйдет, в челлендже очень важно опять же указывать время, то есть возможно этот видос когда-нибудь я уже там может даже не буду заниматься каналом, кто знает, поэтому давайте поставим временную раму, пять недель, шестое апреля, вот если шестого апреля я открываю этот видос, я вижу пятьдесят тысяч просмотров, зарвем ютуб, ребята, просто зарвем ютуб, это будет ну самая дичь, которую вы видели, это будет жестче, чем партинг вот тут вот смотрит просто на все происходящее, это будет это будет жесть, вот, надеюсь, вам понравился контентик, с вами был Тед, ребята, улучшаемся, как всегда, всем счастья,